Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Исторические места Западной Армении. Пещера Дзимир-Калеба-ды-Ямани возрастом 2000 лет. Араев, Азиан и глава МИД Австрии подчеркнули необходимости объемлющего урегулирования Арцарского конфликта. Арцарский конфликт все еще не урегулирован. Позиция США. В МИДе раз заявили о преследовании Азербайджаном армянских военнопленных. Россия и Китай будут стремиться расширить свое влияние на Ближнем Востоке, если США уйдут. Генерал США. Турция постепенно сокращает оборонное сотрудничество с США. История памятников Арцаха и паспортные данные на одной площадке. Работает веб-сайт Monument Watch. Звучащие голоса. Издана книга, посвященная творческим юношам, погибшим на войне. Четырехэтажная пещера в провинции Адиаман в Западной Армении была построена путем рытья Крутого Обрыва, который позже стал известен как Демиркале. Ведутся работы по превращению его в туристический объект. В Адиамане, который является почти музеем под открытым небом, насчитывается более 300 исторических руин и интересных исторических зданий. Четырехэтажная пещера Демиркале, расположенная в ущелье Индере в центральной деревне Зей Адиамана, является одним из самых интересных сооружений. Эти пещеры, которым 2000 лет, использовались в качестве поселений, мастерских, складов и мельниц в различных цивилизациях. Лестницы и входные отверстия, построенные внутри пещеры, обеспечивают внутреннее движение. Несмотря на то, что пещера имеет государственную регистрацию, она до сих пор малоизвестна. Глава села Зей сказал по этому поводу следующее. «У нас здесь много исторических достопримечательностей. Это очень богатая деревня как с точки зрения религиозного туризма, так и с точки зрения исторических ценностей, и имеет большой туристический потенциал. Это нужно ценить», — подчеркнул глава деревни. Исполняющий обязанности министр иностранных дел Республики Армения Араев Азян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Астри Александром Шаленбергом. Об этом сообщает Управление информацией и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения. Ключевой темой телефонов разговора стала ситуация, созданная проникновением азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении. Исполняющий обязанности министр иностранных дел Республики Армения подробно представил последние события на местах, подтвердив принципиальную позицию Армении, согласно которой вооруженные силы Азербайджана должны быть немедленно и безоговорочно выведены с суверенной территории Республики Армения. Обе стороны подчеркнули необходимость поддержания региональной стабильности и безопасности. В связи с этим возникает необходимость решения насущных гуманитарных вопросов, которые необходимо решить в результате всеобъемлющего урегулирования Арцахского конфликта в результате войны. Они также обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонней повестки дня, подчеркнув взаимную приверженность активизации политического диалога, в том числе посредством контактов на различных уровнях. Президент США Джо Байден заявил Алиеву о готовности помочь урегулировать Арцахский конфликт. Джо Байден направил телеграмму президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в которой подтвердил готовность Вашингтона содействовать переговорам по урегулированию конфликта вокруг Арцаха, передает ТАСС. Таким образом, президент США фактически признал, что Арцахский конфликт все еще не урегулирован, несмотря на позицию официального Баку. Министерство иностранных дел Республики Армения распространило заявление об уголовном преследовании армянских военно-пленных Азербайджаном. Мы решительно осуждаем уголовное преследование официальным Баку, Людвигом Макарчана и Алешей Хосровяном, захваченных Азербайджаном во время недавней агрессии против Арцаха. Согласно Международному гуманитарному праву, в частности Женевским конвенциям, последние считаются военно-пленными и должны быть освобождены сразу после окончания боевых действий. Между тем, в Азербайджане против них заведены фальшивые уголовные дела, тем самым открыто нарушая как нормы международного гуманитарного права, так и нормы 2020 года. Об этом, как сообщает Армен Пресс, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Республики Армения. Отмечается, что несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, Азербайджан продолжает использовать армянских пленных в качестве политических заложников, продолжает применять к ним пытки и психологическое давление. По мере того, как военное присутствие США на Ближнем Востоке сокращается, конкурирующие мировые державы России и Китай будут стремиться расширить свое влияние в регионе. Об этом сообщил генерал Гранг Маккензи из Центрального командования США. В целом, Ближний Восток – это зона острой конкуренции между могущественными сверхдержавами. «Я думаю, что если мы изменим нашу позицию в регионе России, Китай будет очень осторожен, чтобы увидеть, будет ли вакуум, который они смогут использовать», цитирует Маккензи слова Associated Press. Совместные военные учения между Турцией и США и обмен разведданными были прекращены в 2016 году, сообщает издание Middle East Eyes со ссылкой на турецкие источники. Об этом сообщает также news.am. Этот шаг, очевидно, был частью процесса, инициированного министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу. Согласно новостям, министр приостановил ряд совместных программ и сотрудничества из-за разногласий между Анкарой и Вашингтоном. Об обострении отношений между США и Турцией несколько лет назад было известно давно, но действия Сойлу были, по сути, тоже личными. На прошлой неделе Сойлу открыто выразил свои подозрения, заявив, что попытка государственного переворота 2016 года была заказана США. Выступая по телевидению, он также обвинил Объединенные Арабские Эмираты в причастности к попытке государственного переворота. Искусствовед Анна Лейлойан Экмалян. Историк, археолог и культуролог Гамлет Петросян объединились с группой высокопоставленных экспертов для наблюдения за культурными памятниками Арцаха, перешедшими под контроль Азербайджана после 44-дневной войны. Это академическая площадка, где можно познакомиться с историей армянских памятников, паспортными данными и другими важными публикациями через научные статьи, карты, фотографии и другие материалы. 15 ученых создает каталог, который может использовать каждый. Специалисты составили список памятников, перешедших под контроль Азербайджана после 44-дневной Арцахской войны. В Арцахе более 4000 памятников, и сегодня более 1700 памятников находятся под прямой угрозой. У нас нет времени ждать, говорит Лейлойан Экмалян. Прости меня, Родина, за мои бесславные унижения. Извини, что не мог построить твой триумфальный марш, и извини, что не смог принять все твои раны на своём теле в утешении на долгие дни. Простите меня, сегодняшние прекрасные дети. Простите меня, что в моей крови было недостаточно, чтобы спасти ваши жизни и жизни завтрашнего дня. И простите меня, народ мой, что я не дал вам безопасную страну. Эти строки принадлежат погибшему на 44-дневной войне Вачагану Манукяну. Презентация книги «Звучащие голоса» состоялась 22 мая в библиотеке имени Ханко Апера. В книгу вошли произведения 10 парней, погибших на 44-дневной войне. Партана Амаляна, Артака Барсайяна, Ширака Гаспаряна, Аватика Качикяна, Тигряна Арутюняна, Арэна Оганэсяна, Хаясэра Овсэпяна, Вачагана Манукяна, Сурэна Меликбекяна, Шанта Новоаняна и погибшего во время Первой Арцарской войны Комитаса Акопяна. Книга издана по инициативе Ереванского фонда Армянского образовательного и культурного союза Хамас Каин. Идея родилась во время войны. Даря для вас то в Москву осян керри. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok